Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. На связи Федор Васильев. Мы продолжаем с вами разбирать тему Woodmart. Урок номер 19. Мы подобрались с вами к настройкам Woodmart, далее настройки темы, где вы можете видеть большой ряд настроек всевозможных, причем практически каждый из них имеет дополнительные вложные настройки. И давайте начнем по порядку сверху вниз рассматривать опции темы Woodmart. Первая вкладка «Общие», далее вкладка «Макет», «Макет сайта». Некоторые опции будут переплетаться с уже пройденными опциями, но мы рассматривали, допустим, какие-то опции для конкретной одной страницы, одного товара и так далее. Здесь уже идут глобальные настройки. И первая здесь опция – это выбрать шапку сайта. Мы с вами ранее разбирали, что для разных страниц можно выбрать разные шапки. Здесь же мы можем назначить одну шапку для всего сайта. Давайте попробуем. Вот у меня есть вторичная. Сохранить настройки. Смотрим, какая шапка была. Обновляем сайт. Шапка меняется. Если вы смотрели мои предыдущие уроки, то вы помните, когда я создавал эту шапку. То есть это у меня, я нахожусь в карточке товара. Если я сейчас перейду на главную, куда бы я ни переходил, везде будет вот эта шапка. Здесь я по крестику верну на место. Дальше ширина сайта. Очень интересная опция. Здесь большой выбор. У нас изначально стоит полная ширина. Дальше можно делать в коробке. Давайте посмотрим. То есть вы видите, да, такая получается коробка сайт. Такого старого образца. То есть если перейдем в магазин. Вот видите, то есть по бокам у нас идет рамочка. Думаю, далее здесь вам понятно, поиграетесь, какой вариант вам подойдет. Можно выбрать еще пользовательский. Тогда появляется... Можно прям точно до пикселя указать, какой ширины будет весь макет сайта. Дальше. Вот это у нас боковая колонка. Для всего сайта глобально. Если вы вообще сайт бар не будете использовать, ну как правило, у нас всегда это используется. На каких-то страницах там вы можете не использовать, на каких-то использовать. Сейчас у меня не задан сайт бар. Помните, да, можно было сбоку колонку слева-справа. Вот здесь прям наглядно видно. Это справа колонка, это слева. Или выбрать, кликнув просто по окну, чтобы на всем сайте сайт бар вообще не отображался. И если сайт бар мы выбираем, то размер сайт бара средний, большой, маленький. Это уже надо смотреть, когда сайт бар у вас наполнен виджетами. И смотреть, какой вариант вам больше здесь подойдет. Показывать боковую панель только по нажатию на кнопку для мобильных устройств. Это интересная штука. Здесь вот видно это на рисунке. Допустим, вот у меня на странице магазин, вот мы видим сайт бар. Если у нас... У нас, кстати, по умолчанию включена эта штука. Это можно на компьютере посмотреть через имитацию мобильного устройства. У нас в области над товарами здесь есть показать боковую панель. Наши виджеты здесь скрываются. Следующее давайте в этом видео разберем вкладку. Это баннер в хедере. И здесь сразу наглядно видно, что это такая будет полоса над самой верхней чертой браузера вашего сайта. Давайте рассмотрим. Включим его. Здесь сразу можно ссылку на баннер. Давайте поставим решетку, заглушка, имитация ссылки. Варианты есть. Текст. Какой-то текст написать. Или HTML-блок прикрепить. Мы с вами это уже проходили не раз. Как подкреплять HTML-блоки вы должны уже знать. Туда также в текст можно добавить медиа. Выделить жирным там и так далее. Это какое-то возможно аукционное письмо. Какая-то важная информация. Временно допустим хотите разместить. Давайте прямо на этом уровне сохранить. Пойдем на сайт. Обновим страницу. И у нас вот так вот всплывает белая полоса. Но текст мы не видим. Потому что текст мы не видим. Давайте посмотрим. Задний план. Попробуем сделать какого-нибудь другого цвета. Цвет текста светлый. Поэтому мы его не видели. Сейчас светлый текст на фиолетовом подойдет. Можно темный выставить. И высота баннера. Можно за этот ползунок двигать. Давайте посмотрим. Обновимся. То есть сайт сначала загружается. Через секунду вы видите такая полоса появляется. Вот этот текст. Этот баннер является ссылкой. Мы с вами заглушку поставили. Допустим на какую-то внутреннюю или сторонний сайт. Внутреннюю страницу или сторонний сайт. И по крестику человек может закрыть баннер. Что здесь есть еще? То есть высота. Можно попробовать. Причем здесь, обратите внимание, маленькие иконочки. Это настройка высоты для компьютерной версии. Можно переключиться на мобильную версию. И управлять высотой здесь. Меньше-больше. Дальше. Кнопка закрытия. Крестик вы видели. Чтобы вообще его не было, можно сделать. Или вот здесь вот есть версия баннера. Вот этот текст надо обязательно прочитать. И вам станет все понятно. Если вы внесли какие-либо изменения в настройки или контент вашего баннера. То есть человеку уже, который просмотрел баннер, закрыл баннер. Но вы потом текст поменяли. И хотите, чтобы люди, которые закрыли баннер, вновь его увидели. Уже новый текст. Вы можете захотеть принудительно указать баннер для всех посетителей, которые уже закрыли снова. В этом случае вам просто нужно увеличить версию баннера. Ну, то есть вот здесь вот. Поставить там 2, 3 и так далее. Вот, допустим, видите, я сейчас увеличил полоску. Стало она намного больше места занимать сверху. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта, а значит вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов. Я уж точно сел на этом собаку, перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные и нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта, но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов. Отсеем, какие плагины вы не используете, какие не нужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю, услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok